Итак, я сегодня коснусь довольно актуальной темы, которую я бы хотел освежить, некоторые вещи, некоторые напомнить, некоторые уложить, систематизировать. В отношении онкомаркеров. Сегодня, пожалуй, главное, что зачем мы, собственно говоря, делаем тоже радиотаблацию во многом, да, это важный аргумент, и ориентируемся, и выполняем раннюю диагностику, и ориентируемся на ее эффективность, там, лечение, это то, что называется онкомаркеры. Онкомаркер достаточно просто определяется в крови, это малоинвазивная процедура, и может делаться как угодно часто. Но есть некоторые достижения, некоторые инновации и некоторые проблемы, которые сохраняются. Прежде всего, давайте мы вспомним патофизиологическую, физиологическую часть проблемы, да, что происходит, собственно, зачем клетки щитовидной железы накапливают и сохраняют йод. Они сохраняют, накапливают для того, чтобы статизировать гормоны щитовидной железы. И слава богу, что подавляющее большинство дифференцированного рака сохраняет такую возможность, ее утрата очень плохой прогностический признак, и это так называемая радиорезистентность, это будет следующий доклад, и мы об этом поговорим подробно. Сейчас поговорим о тех, все-таки ситуациях, когда клетка остается дифференцированной, продолжает вырабатывать тириоглобулин, и тогда на них вырабатываются антитела, тоже проблемы поговорим. И сегодня точно совершенно известно, что ряд мутаций, две из них, БИРАВ-600ВИ и ТЕРТ-250-252, они блокируют этот насос. Поэтому это является таким вот предиктором потенциального развития радиорезистентности, сейчас активно изучается эта тема. Но с чем мы столкнулись и что мы обнаружили, что не собственно качественный признак наличия, берав мутации в клетках, хотя бы в одной клетке, является критерием, а именно количественно качественный критерий, какое количество клеток несет эту мутацию, является важным прогностическим фактором. И эта ситуация сейчас изучается в рамках научной работы научным руководителем, которой я являюсь. Собственно, мы много говорим о группе так называемого риска, рецидива прогрессирования опухоли, но мы мало говорим о группе такой динамической сертификации риска. Потому что когда мы констатировали заболевание, оценили стадию и группу клинического риска и провели лечение, ситуация может измениться и в лучшую сторону, и, извините, в худшую сторону. Может остаться такой же. И вот это как раз критерий, ситуация и параметры, которые описываются в этой самой сертификации динамического риска. Когда мы оцениваем, что произошло самое главное с тереглобулином, а что произошло с лимфатическими узлами локорегионарной локализации, что произошло с другими очагами, которые могли быть подозрительны, или, например, что-то появилось на остеосцентографии. Вот это все является таким вот критериями для оценки динамической сертификации риска. Эта ситуация может меняться во времени. То есть может, например, быть группа риска начальная низкая, потом она может измениться на высокая, может быть наоборот. Группа начальная высокая, она изменится на среднюю, на умеренную или на низкую. Это все зависит от того, насколько мы успешны в лечении, насколько опухоль отвечает на наше лечение. Появление такого препарата, как тираджин, который способен имитировать, собственно говоря, является полным эндогенного ТТГ, его главным отличием является то, что в отличие от эндогенного ТТГ он гораздо дольше циркулирует в крови. То есть у него период полуэллиминации, полуэллиминации намного выше. Это определяется его формулой, собственно говоря, его биотехнологической структурой получения. И де-факто этот препарат позволяет нам сохранять пиковую и довольно долгую для радиотабласа и радиодиагностики уровень эндогенного ТТГ в крови, который при этом еще дает отличное качество жизни и меньшую учевую нагрузку. Так вот, собственно говоря, постоянная стимуляция ТТГ или время от времени, это является мощным туморогенным фактором. Если мы не придерживаемся пациента, не удерживаем в состоянии стабильной супрессии ТТГ, то это отдельный фактор риска. Но что еще дает тироген или тироджин, мы его в России назвали? Этот препарат дает возможность дополнительной визуализации. Но метод визуализации, который мы используем стандартно, аффекту однофотонно-эмиссионной томографии с ионом, к сожалению, не обладает такой высокой разрешающей способностью, чтобы увидеть вот эти либо низконакапливающие, либо плохо накапливающие очаги, либо сложной локализации. А вот PET-КТ, например, с 24-м йодом, да, пациентеронно-эмиссионной томографии, обладает большей разрешающей способностью, и она способна это увидеть на фоне именно тироджина. Вот на фоне отмены это еще и чревато тем, что можно получить рецидив, а на фоне тироджина такого практически риска нет. Тироджин нам позволил не только обеспечить, сохранить качество жизни, уменьшить лучевую нагрузку пациентов, но и получить, в общем, такой дополнительный, как бы косвенный эффект тем, что мы можем брать на лечение, особенно высокую группу риска, как можно раньше. У нас есть опыт, когда мы брали на лечение через 3-4 дня после операции. Совершенно возможно, ничего там, так сказать, такого не заживает все своим чередом, но при этом мы уже, так сказать, берем контроль над заболеванием, оказываем эффект на патологические очки, которые мы визуализировали на диагностическом этапе. Это концепция ремиссии или, скажем так, критериев ремиссии по уровню опухолемаркера на сегодня тереглобулина. В России я бы не рекомендовал придерживаться критерия, как во всем мире 1 нг на миллилитр, потому что в мире в основном используются так называемые высокочувствительные наборы. У нас чувствительность набора несколько другая, поэтому я бы в России рекомендовал использовать старые критерии 2 нг на миллилитр, иначе у нас будет большое количество ложноположительных рецидивов. Но тем не менее, 1 или 2 – это ремиссия. Раньше, если тереглобулин на фоне терогена или отмены гормонов повышался больше 2, мы говорили о скрытом рецидиве и рекомендовали плановую радиотерапию, дабы не развился макро-рецидив, структурный рецидив. На сегодняшний день этот критерий сильно пересмотрен. Это серая зона, и до 10 нг на миллилитр на отмене или на терроржении нет необходимости в активных действиях. Есть смысл поднаблюдать. В 50% случаев он нормализуется, а в 50% он пойдет выше. Если он пойдет выше, тогда мы проведем уже полноценную радиотерапию. Все показания для этого есть. Возвращаясь к патофизиологии и переходя на критерий так называемого интерференции, отитек тереглобулина, когда нам мешает что-то измерять тереглобулин в крови, его истинное значение. Я напоминаю коллегам, что всякий вопрос синтеза гормонов – это вопрос перекисного окисления. По сути, возникает свободно-радикальная реакция для того, чтобы присоединить йод к тереглобулину, отщепить и сделать эндоцитоз. И вот это все делается на перекисных ферментах. Если это попадает в кровь, и если процесс, скажем так, переходит в аутоиммунную фазу, вырабатывается антилактериоглобулина в частности, не только они, но они нам наибольшего мешают, то тогда возникает вот этот процесс с потерей тереглобулина как опухолевого маркера. То есть мы начинаем смотреть за антителами тереглобулина. Поэтому всегда у всех пациентов надо смотреть и то, и другое. Потому что это может произойти в любой момент, когда вы не заметите. Тереглобулин нулевой, а на самом деле уже рецидив. И об этом скажут антитела. Так вот, сам по себе тереглобулин, который вырабатывается, собственно говоря, в клетках опухолевых, вот надо просто иметь в виду, что он не совсем такой, как обычно. Это тереглобулин, который трансформирован на самом деле нарушением опухолевой структуры заболевания. То есть он несколько другой, и это очень вариабельные вещи. То есть мы на самом деле тереглобулин, который измеряем у человека, которого нет опухолевого процесса, и у человека, который есть ракочередной железы, мы им делаем отчасти с разной комфортностью тереглобулина. И вопросы определения его биохимического, связанного с рецепторами, которые мы видим в лабораторной диагностике, он может быть несколько затруднен именно вот этой измененной конформацией. И, собственно говоря, напоминаю, что причин для тереодита, для появления антител на самом деле не только тереоидные. При этом мы можем увидеть эти антитела и при, например, ревотоидном атрите, при сахарном диабете первого типа, и при различной форме мексидема, длительно существующей, например, болезни Грейвса, это тоже все возможно. То есть не надо ограничиваться только тереоидитом как таковым. Вот что происходит, собственно говоря, на стенках пробирок, реплашек, которые мы используем для определения методом иммуноферментного анализа. То есть мы в чистом виде вверху, то, что мы видим, тереглобулин, который в свободном состоянии, который из антитела связывается, сигнализирует нам качественно-количественно о содержании в крови этого важного маркера. Если появляются антитела, то начинаются различные вариации. То есть мы видим, тереглобулина совсем нет, тереглобулина мало, тереглобулин меняется во времени, и это все зависит от, собственно говоря, активности и количества у тех самых антител. То есть интерференция идет практически тотальная. Очень часто возникают в клинической практике вопросы, какой брать уровень тереглобулина, ну, при прочих равных, если у пациента не выполнена радиотаблация, ну, скажем, в низкой группе риска, а выполнена тереоидектомия. То вот доказательная практика говорит, что если уровень тереглобулина на фоне супрессии держится в пределах 0,5, это является, в общем-то, таким, ну, хорошей себе ремиссией. Хотя варьирует в пределах, не надо добиваться нулевых значений, никогда не добьетесь, потому что остаточная тереоидная ткань этого сделать не даст. Хотя иногда это, в общем-то, удается, но это нестабильное состояние. Поэтому если у пациента на фоне супрессии тереглобулина в районе 0,5, все окей. Заметим, что тереглобулин, равный котелок тереглобулину, не напрямую, но косвенно, они являются действительно очень чувствительным маркером не только местного рецидива, регионарного рецидива, но и отдаленного рецидива, еще более специфичным, потому что актив опухолевой массы больше, и уровень секреции гораздо выше. Поэтому он используется на всех этапах. Мы можем видеть любой рецидив, но часто мы не знаем, какой рецидив происходит, однако цифры, которые свойственны для местного, для регионарного, для объема опухолевой ткани, для ее степени дифференцировки, они уже в клинической практике хорошо известны, и многие интуитивно воспринимаются. Очень большие надежды на, скажем так, ожидания были от метода жидкостной терегломатографии, тандемной, вместе со спектрометрией. А когда мы думали, что если посмотреть этим методом, то мы увидим чистую фракцию тереглобулина, которая либо связана с телами, либо не связана. К сожалению, и пока непонятна причина, до 40% случаев этот метод не дает ожидаемых результатов. Сейчас мы пытаемся разобраться, выясняют, но этот метод может использоваться только совместно с методом стандартным. В случае наличия антител – это метод ИРМА, в случае, если антител нет, то можно использовать ИФА. Важный критерий – эти исследования должны выполняться в одной и той же лаборатории, потому что если вы меняете лаборатории, меняете наборы, меняете руки, качество, ответственность и так далее, вы получаете вот такую картину. Вы не можете сравнить показатели между собой, и все мы с этим сталкиваемся. Поэтому, чтобы уметь хотя бы эту ошибку, эту неопределенность, необходимо все-таки выполнять исследования в какой-то той лаборатории, которой вы доверяете. Лаборатории, к сожалению, неоднородные, меняют качество и во времени в том числе, поэтому смена парадимой лаборатории, но однородных лабораторий – это тоже нормальная практика, главное, чтобы качество и чувствительность не пострадало. Вот этот маркер, который довольно недавно появился в публикациях, он достаточно эксклюзивный, но полезно о нем знать, что в ряде случаев, когда тереглобулин не работает, обычно это низкодифференцированные, это может быть геркеклеточные на самом деле, карцинолы, вот один из примеров, например, на этом слайде, когда этот дополнительный маркер работает, то тереглобулин не работает, а цифра 211, периферические кератины в крови, они работают. Просто имейте в виду, что этот маркер иногда вам может помочь в оценке динамики и ответ на лечение. Теперь в отношении лимфоузлов. Лимфоузлов – региональный рецидив, самый частый рецидив при раке щитовидной железы, популярном, при фолликулярном в меньшей степени, при популярном, но вообще при дифференцированном, пожалуй, при медулярном, например. Довольно самая частая причина рецидива, которая дает, в общем-то, риск гематогенной диссеминации, увеличивать значительно. В этой ситуации есть отличный метод УЗИ, который под контролем, позволяя взять точно пункцию, посмотреть на цитологию, что мы были в лимфоузле, и как метод дополнительной диагностики очень рекомендую использовать метод смыва из пенсионной иглы. То, что раньше выбрасывалось, сейчас можно спокойно отправляться в лабораторию, и мы можем дополнительно в цитологическом исследовании получать вот этот 50-процентный довесок, который очень сильно помогает нам в распознании метастазов, особенно когда мозог разбавлен кровью или очень скудный. Вот тот метод, за которым явно будущее. Тот метод, который сегодня я бы хотел, например, чтобы появилось клиническое исследование, с полной ликвид-байпеса, чтобы мы посмотрели циркулирующее в крови информационное РНК, чтобы мы посмотрели ее и в опухоли, и в крови, и посмотрели динамики, это показатель в ответ на наше лечение, что нам как хирургам и радиотерапевтам очень не хватает. Поэтому я думаю, что вот именно за этим методом будущее, и он имеет куда более, я бы сказал, высокий приоритет клинического значения, чем даже предоперационная диагностика рака щитовидной железы, где цитологическое исследование дает очень неплохую специфичность и чувствительность. О чем важно помнить, когда мы говорим о опухолевых маркерах при раке щитовидной железы, что всегда телеглобулина, телоглобулина должны измеряться совместно. Недоздача или недоинформированность в одном из этих показателей в их динамике может, в общем-то, задержать или изменить тактику лечения в худшую сторону. Метод ВЖС можно делать, но лучше делать его, как пока экспериментально, либо во вторую фазу, наблюдать, в общем-то, накапливать наблюдение и разбираться, в чем же там проблема, почему он не информативен, когда нам это очень нужно, особенно в случае с высоким титром антител. Опять же, измерение только в одной лаборатории достаточно качественное, которое вы выбираете сами, но менять ее не стоит, это отразится на интерпретации, на качестве результатов. Очень важный метод выбора, да, при антителах телеглобулина, наличие хоть каких-то значимых фракций, мы выбираем, но уже РИА мы не выберем, он практически сошел, но ИРМА еще есть, а во всех остальных случаях методом выбора в отсутствии антител является иммуноферментный метод. И, конечно, когда нам изменяют телеглобулины, мы не можем на него положиться, мы тогда в качестве основного маркера используем уровень антител тереглобулина, желать обязательно количественная оценка в одной лаборатории, напоминаю вам об этом. Спасибо большое, надеюсь, вложился в регламент.